Чудодейное колечко. Русская народная сказка. Жили-были в некотором царстве, не в нашем государстве, вдовая старушка с сыном Мартынкой. Всего богатства у них было пёс Журка и кот Васька. Вместе жили, вместе хлеб делили. Вот раз встала старуха поутру, туда-сюда заглянула, видит, в кладовой пусто и закромах не густо, совсем нечего на стол собирать. Достала тут она заветную золотую монету, про чёрный день припрятанную, и посылает сына на базар. Пошёл Мартынка, видит, стоят посреди дороги два парня и палками змею бьют. «Не бейте её!» — закричал Мартынка. — «Лучше мне продайте! А сколько дашь? Золотой!» Взяли парня золотой, а Мартынка змею взял и домой понёс. И вдруг говорит ему змея человеческим голосом. «Отпусти меня, Мартынка, а я тебе добрую службу сослужу!» Удивился Мартынка. «Ну что ж, — говорит, — ступай на волю!» Отпустил змею и дальше своей дорогой идёт. До трёх шагов не прошёл, глядь, под ногами, точно искорка, перстенёк с самоцветным камешком. Ну, — думает Мартынка, — хоть не с пустынью руками к матери приду. А мать уже поджидает его. «Что купил, — сынок, — спрашивает. — Змею купил, — говорит Мартынка. Только она уползла. Да ты не горюй, смотри, что я на дороге нашёл». Старуха глянула и глазам не поверила. «Да этому колечку, — говорит, — цены нет. Видно, это сама судьба. Послала тебе, сынок, за твою простоту». А Мартынка забросил колечко на печь и сам туда же полез. Лежал, лежал, чуть не до самой ночи, и отдалил его скука. Вспомнил он про своё колечко и давай с ним играть. Да играя с руки на руку перебросил. Вдруг откуда ни возьмись, выскочили двенадцать молодцов. Один в одного на одно лицо. «Что прикажешь, — хозяин?» — спрашивают. Мартынка испугался, не знает, что сказать. А потом и говорит, «Мне бы новые лапти надо». И только сказал, а перед ним новые лапти стоят. Опять с руки на руку перебросил Мартынка кольцо, и опять явились двенадцать молодцев. «А ну, — говорит им Мартынка, — сшибите мою старую избу и на этом месте поставьте новый дом каменный». Утром мать просыпается, не знает, что и думать. «Где это мы?» — спрашивает. А Мартынка отвечает ей, «Дома мы у себя, матушка». И зажили они с той парой так, что лучше не надо. И журк с Васькой при них, как сыр в масле катаются. Долго ли, коротко ли, — надумал Мартынка жениться. «Ступай, — говорит матушка к царю, — высватай за меня царскую дочь. Мать и так, и этак его урезонивай. А Мартынка не сдается. Иди, — говорит смело. Да без ответа домой не ворочайся». Нечего делать, собралась старуха и пошла во дворец. «А часовые ее не пускают?» — раскричала старуха. «Я к царю-батюшке с добрым делом, со сватаньем, а они меня за полы хватают. Такой шум подняла, деться некуда». Царь услышал шум и приказал допустить к себе старуху. Поклонилась она царю и говорит, «Не отдашь ли ты, царь-батюшка, свою дочку за моего сынка? То-то будет пара». Разгневался царь. «Эх, куда замахнулась?» — говорит. «Ну, коли хочет твой сын, чтобы я за него свою дочку отдал, пусть к утру золотой дворец против моих окошек поставит. А не поставит, прикажу голову срубить и ему, и тебе. Так-то». Пришла старуха домой, слезами обливается, а Мартынка ее утешает. «Полну, матушка, не горю раньше времени». В полночь вышел Мартынка во двор, перекинул перстенек с руки на руку, и мигом явились перед ним двенадцать молодцы. «Что нужно?» — хозяин спрашивает. «Дворец мне нужен», — говорит им Мартынка, отвечает Мартынке молодцы. «Все будет готово к завтрему». Утром выглянул царь в окошко, да так и ахнул. Все по его приказу исполнено. Стоит на площади золотой дворец, да такой, что краше на свете не бывает. Тут и старуха явилась. «Доволен ли царь-батюшка?» — спрашивает. «Ну, старая, — говорит царь, — твоя взяла. Веди своего жениха. Царское слово верное». Побежала старушка домой. А Мартынка уже навстречу ей вышел. На нем кафтар золотом шитый. У крыльца коляска стоит, шерстерня запряженная. Кучер едва коней сдерживает. Сел Мартынка в коляску и поехал к царю во дворец. А уж дальше все пошло, как заведено. Честным пирком за свадебку. Богатый был пир на весь мир. Только царевне не по сердцу пришлось, что выдали ее за простого мужика. Стала она думать, как бы ей от Мартынки избавиться. И уж такой лисой прикинулась. По-всякому за ним ухаживает, да все выспрашивает. Откуда у него богатство такое? Мартынка и рассказала ей про свое чудодейное колечко. Вот ночью, как заснула Мартынка крепким сном, а на хвать у него с мизинного пальца колечко. Выбежала на широкий двор, перекинула колечко с руки на руку и тотчас явились перед ней двенадцать молодцев. Говорит им царевна, отнесите меня скорей за тридевять земель к заморскому королю, а Мартынку здесь бросьте и дворец его по камешку разберите. И как приказала, так все и сделалось. Утром выглянул царь в окошко. Что такое? Дворца как не бывало. Зять его в лаптях разгуливает, а царевна и след простыл. Куда дочь моя дело, кричит царь, куда дворец спрятал? Мартынка только руками разводит. Ну вот что, говорит царь, даю тебе тридцать дней сроку. Ежели не скажешь, где царевна, казню. А чтоб тебе лучше думалось, в каменный столб посажу. В тот же час вывели каменщики в высоченный столб и замуровали Мартынку наглухо. Только вверху маленькое окошечко оставили. Сидит он, бедный, в каменной тюрьме и к смерти готовится. Узнал про ту напасть пёс Журка. Побежал к Ваське коту и говорит. Слышь, ведь хозяин наш, засаженье. Царевна-то колечком завладела, да и сгинула за тридевять земель. Надо нам хозяина выручать, колечко выдобывать. И отправились они в путь дорогу. Бежали, бежали, да бежали до синего моря. Тут уселся Васька Журкин за гривок, и поплыли они по морю. Долго ли, коротко ли, добрались они до тридевятого царства и стали во дворце заморского короля жить. Жить живут, а колечко добыть не могут. Днём она у царевны на мазинном пальчике, а ночью царевна его за щёку кладёт. Вот раз ночью бродил кот Васька в царевниной спальне. А тут вдруг мышка бежит. Кот её раз и сцапал. Замолилась мышка, не губи меня, котик, золотой хвостик, а я тебе за это колечко достану. Кот и выпустил её. А мышка взобралась на царевнину кровать и давай хвостиком щекотать у царевны в носу. Царевна чихнула. Колечко и выскочило у неё изо рта, да прямо на пол и покатилось. Подхватил кот Васька колечко. И скорее к Журке. И пустились они в обратный путь. Наконец добрались они до Синего моря. Скочил Васька Журке на спину. И поплыли они. Вдруг налетела буря. Едва держится Васька за Журкин загривок. Вот-вот сорвётся, а голоса подать не смеет. Боится колечко выронить. А Журка, как скоро выпал на берег, сразу про кольцо. Не потерял? Васька только головой мотает. Нет, мол, не потерял. И уж до того крепко он кольцо с зубами зажал, что и рта раскрыть не может. Долго ли, коротко ли, прибегают они в своё царство и прямо к каменному столбу. Ну, Ваське по столбам лазать, не то, что по морю плыть. В один миг забрался на самый верх и в окошечко полез. Жив ли хозяин, спрашивай. Сегодня жив, завтра помирать буду, отвечает Мартынка. А кот положил перед ним чудодейное колечко. Урчит, мурлыкает. У ног Мартынки трётся. Гляди, мол, хозяин, вот оно, твоё колечко. Мартынка перебросил колечко с руки на руку и мигом явились перед ним двенадцать молодцев. Говорит им Мартынка, надо бы на мне, чтоб к завтрему мой золотой дворец на прежнем месте стоял и чтоб моя жена, как положено, на месте сидела. Послал царь своих слуг по мост на площади строить, Мартынку казнить. Прибежали слуги к царю. Так, мол, и так, говорят, строить-то негде, занято место. Золотой дворец на нём выстроен. Не верит царь. Побежал сам смотреть. Видит, правда, как был золотой дворец, так и стоит. Стал царь кликать хозяев. Вышел к нему Мартынка, а за Мартынкой царевна идёт. Глаз одни. Поднять не смеет. Добро пожаловать, царь-батюшка, говорит Мартынка. Хотел ты меня судить да казнить. Да вот оно как пришлось. Не меня судить надо, а дочь твоя любезна. Это всё её забава проделки. Как наказывать её прикажешь? Взять мой милый, говорит царь, смени гнев на милость. Усовисти-ка её словами и будет с неё. Небось, в другой раз не ошибётся. А царевна слезами так и заливается. Не ошибусь, говорит. Право слово, не ошибусь. С той поры зажили Мартынка с царевной в мире. Дежурка с Васькой при них. Конец. Читала Марина Шуст.